Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Говорят, в России хороший асфальт на дорогах не валяется. И наши края не исключение. Есть участки, по которым не едешь, а скачешь. А ведь важность ремонта дорог и поддержание их в хорошем состоянии невозможно недооценить. Качественные дорожные покрытия – это гарант безопасности как водителей, так и пешеходов. Давайте узнаем у жителей нашего города, что они думают о наших дорогах. Как вы оцениваете дорожное покрытие в нашем городе и районе? Ужасное покрытие дорожное. Одни ямы. Полесы мы не успеваем их ремонтировать. Это ужасно. Ну, дорога в Конаково от Ленинградки неплохая, но как только выезжаешь в город, все сразу резко становится сильно хуже. Ну, вот, собственно, даже здесь можно посмотреть. Участки разбитые, водители едут с небольшой скоростью. Ну, может, это, конечно, и хорошо для безопасности, но, по-моему, нормальный асфальт и лежачий полицейский был бы гораздо лучше. Да никак. Как оценивать? Ну, поподробнее. Плохо? Это, как говорится, убийцы машин наших. Мы платим налоги. Бензине платим налог, транспортный налог. Кто-то Платон платит. А куда деньги идут, я не знаю. Да хорошие дороги. Вас все устраивает? Да, меня устраивает. Вообще отлично. Ям сквозных нету. Да, чуть-чуть неровности, но это можно понять. А во дворах дороги как у вас? Ну, Васильковского, например? Во дворах, конечно, плохо. Она оставляет желать лучшего, но это дворы, понятно, кому там нужны дороги. Ну, по пятибайной системе, если на два с плюсом. Чернобыль. Улучшают, смотрю на баз, как его сделали. Вот, ну, надо дальше продолжать так же. Она делается, но очень долго и некачественно. Ну, как, как? Абсолютно никак. Сколько? Вот живу здесь уже 29 лет. Из них лет 11 за рулем. Сколько дороги никогда не делались вообще. То есть всегда плохие? Все последние 11 лет как водитель, да, вы ездите по плохим дорогам? Да, только латают, делают заплатки вот эти и все. Ничего не меняется. Ну, я могу только добавить про дворовые дороги, которые абсолютно невозможно, как бы, ездить на коляске. Ну, просто единственная эта дорога нормальная, это только на проспекте, где можно ехать и, ну, как бы, ездить на коляске. И то, ну, вот получилось так, то, что коляску даже сломали. Как вы думаете, с чем связана эта ситуация? Я думаю, что все знают. Я не знаю. Ну, совластью, наверное. А как вы думаете, с чем связана эта ситуация, что все-таки неровности есть? Наверное, я думаю, бюджет у нас слабоват. Вот. Я думаю, из-за этого денег не хватает. Я думаю, воруют. Что-то. Кто? Ну, кто? Кто у нас ворует? Власть. Ну, мне кажется, потому что бюджетные деньги ушли в какое-то другое место, а не в нашу дорогу. Ну, мне так кажется. Хотя я, конечно, не специалист в этих вопросах. Я не знаю. Это уже не знаю куда. Даже в Селехово вот мы живем. Мы даже писали на Путина. Там дороги вообще, там даже около домов большие лужи. И писали, никаких ни ответов, ничего не было. А давно писали? Месяца два назад. И мы сами заливали своими силами, бетоном брали, заливали. Ну, потому что я думаю, что выделяют бюджет на дороги, но некоторым чиновникам, которые имеют общий доступ к этому бюджету, наверное, важнее построить себе дом или забор, а не отредактировать дороги. То есть средства идут не по назначению? Ну, да, конечно же. Конечно же, как и всегда, как и везде. Существует три вида ремонта дорог. Ямочный. Ремонт, когда снимают верхнее дорожное покрытие и кладут новое. И капитальный ремонт, когда снимают не только верхнее покрытие, но и его основание. Давайте выясним, как происходит ремонт дорог в нашем городе и районе. Марина Николаевна, кто отвечает за поддержание дорог в Конаковском районе в надлежащем виде? В Конаковском районе существуют разные виды дорог. Есть федерального значения, есть муниципального значения, есть регионального значения и местного значения. За федеральные и межрегиональные отвечает у нас территориальный дорожный фонд Тверской области. Они являются балансосодержателем и обслуживают данные дороги. Дороги, которые относятся к местным администрациям, за них отвечают поселения. А если в поселении нужен капитальный ремонт дороги, что делать администрации поселениям, где брать деньги? Данные администрации могут разработать проектно-сметную документацию, предоставить ее в администрацию Конаковского района до 1 июля текущего года и участвовать в нашей программе по ремонту или капитальному ремонту дорог. Какая сумма была предусмотрена по отраслевой программе в 2021 году для Конаковского района? В 2021 году было предусмотрено 120 миллионов, и они распределялись между поселениями, согласно предоставленной проектно-сметной документации от поселений. А если поселение делает ямочный ремонт своими силами, кто контролирует качество этого ремонта? Ямочный ремонт производится в рамках содержания дорог, и это чисто поселение контролирует свою работу, проведенную по данному виду работу. То есть в зоне их ответственности, да, все находится, качество ремонта? Качество проведенного ямочного ремонта только отвечает поселение. Помимо дорог, также есть проблемы с дворовыми территориями. Кто отвечает за эти территории в Конаковском районе? Дворовые территории относятся к поселениям, и их ремонт тоже зона ответственности непосредственно данного поселения. В наших репортажах мы пытаемся разобраться в проблемных точках нашего города и рассказать жителям, как все работает. К сожалению, с администрацией города у нас не получается выстроить диалог. Расскажите, пожалуйста, с кем вы взаимодействуете по дорожному вопросу в администрации города? По нашему объекту, который производится сейчас, ремонт с 2020 года, мы взаимодействуем непосредственно с главой администрации, Кулупанским Дмитрием Николаевичем, и его заместителем главы, сальником Дмитрием Николаевичем. Давайте подведем итог. Поселения Конаковского района, которых у нас 16, содержат и проводят ямочный ремонт дорог в счет бюджета поселения своими силами. Если требуется заменить дорожное полотно или провести капитальный ремонт дороги, а у поселения нет на это денег, то они могут принять участие в отраслевой программе. В 2021 году Конаковский район получил 121 миллион рублей в рамках этой отраслевой программы. Чтобы поселениям воспользоваться этими деньгами, необходимо подготовить проектно-сметную документацию по ремонту проблемного участка дороги и иметь в своем бюджете 20% от стоимости ремонта. Ремонт участка дороги, который идет от центрального светофора через улицу Баскаковой до Олимпа, как раз реализуется за счет средств отраслевой программы. Закончится он должен в середине сентября этого года. К сожалению, узнать о планах по ремонту дорог у администрации нашего города у нас не получилось. Они отказались давать комментарии на эту тему, что вызывает еще больше вопросов. На протяжении долгих лет в России проблемы с дорогами не решаются своевременно, особенно в регионах. А так хочется, чтобы транспортный налог, который оплачивают все автовладельцы, был железным гарантом качественных дорожных покрытий. Наша команда надеется, что в ближайшее время дороги получат качественный ремонт и достойное обслуживание не только в городе и районе, а также во всей стране. Подписывайтесь на Конакову онлайн, оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете о наших дорогах. С вами была Настя, всем пока!